Емеля Кудряшов отправился на остров любви, пытается строить отношения, но пока только выстрелил не в ту. Что же произошло, спросите вы? А вот что. Кудряш насытился виноградным соком и решил обрести счастье, и оно, как ни странно, ему улыбнулось. Девушка Мила перебрала и забыла обо всём. И тут Емеля встрепенулся, выстрелил в неё и надеялся на признание в любви. Но наутро Светочка ничего не вспомнила. Она решила, что просто уснула, а по факту Кудряш в неё проник и насладился моментом. Так почему же Кудряшов так бесшабашно относится к своим отношениям? Как можно было так быстро забыть Болинскую, ведь он кричал ей о любви? И почему Емеля Кудряшов всем врет, страдает по Болинской, пишет Прониной, а проникает в Светлану Юрченко, чтобы постичь удовольствие и блаженство? А может, Емеля просто хочет лежать на печи, и любовь ему вовсе не нужна? Лёш, скажи мне, пожалуйста, только одно. Как можно так перебрать виноградного сока, чтобы отволшебничать девушку, а она потом наутро ничего не помнит? Была у нас вечеринка. До этой вечеринки мы со Светочкой обсуждали такую тему, что будет вечеринка, и там мы с ней поволшебничаем. В итоге я ухожу, укладываю девчонок, прихожу, смотрю, она спит. Думаю, ну не гоже так делать, и как бы начал к ней приставать. Потрогал там, где надо, а там мокрый. Думаю, ну значит, стоит пристроиться. Спит девочка, ты к ней как маленький пекинесик пристраиваешься, и тебе пофиг, что она спит. Но это правда странно. Влад, у меня были такие ситуации за периметром, когда девушка изначально спала, я начал к ней пристраиваться, и во время этого она просыпалась. Так же сделай, Света, я не понимаю, почему она врет, что она спала. Свет, скажи мне, ты была настолько пьяна, что не помнишь, что с тобой делали? Вообще, как такое возможно? Да, я перебрала, и я не помню. Ну, такое бывает. Слушай, ну, а... Я знаю, что это... Может быть, конечно, у тебя уровень стыдливости так зашкаливает, что тебе проще сейчас ничего не помнить? Оля... Я реально не помню, и мне правда стыдно. Мне стыдно за его поведение. Давайте мы добавим немного конкретики и разберемся в этой ситуации. Вот у меня в голове, да, она редко анализирует подобные случаи, но сегодня ей это предстоит сделать, только два варианта. Либо вариант первый, о котором рассказывала в свое время Анастасия Болинская, что там настолько все мелко, что в принципе невозможно почувствовать. Либо вариант второй, что драгоценная партнерша была настолько... В отключке. В отключке, да, но это что и сколько нужно выпить, чтобы не почувствовать в себе другого человека. А может быть и то, и другое? У нас на проекте тоже такое бывало, когда девчонки на утро такие... Вот, а мы не помним. И вы их как-никак не осуждали. А тут такое произошло, и вы их осуждаете. За проектом тоже так бывает, когда люди не помнят, что они творили. Вот я, допустим, когда в клуб ездил, я потом утром проснулся, и такой, типа, елла-пала, что у меня борода разбита, не помню, что было. Вот и все. Леш, у нас на проекте подобных ситуаций не было. Я тебя поздравляю, ты у нас первый. Первый венец, я бы даже сказал, переводкрыватель. Что ты хотел высказаться? До этого, накануне, Светлана ко мне подходит, говорит, Артем, я хочу остаться на острове. Я говорю, что нужно сделать, чтобы остаться на острове? Я говорю, пересписку, Даришов. Потом мы на Лобном... Отожди, стойте! Мы на Лобном обсуждаем эту тему. После Лобного на кухне я с ними двумя разговариваю. Света, было такое, говорю, ты хочешь, Леша? Она говорит, да, хочу. Я говорю, Леша, Леша, подождите, подождите, подождите. Я говорю, Леша, подождите, я потом у вас будет время сказать. Хорошо. Я у Леши спрашиваю, ты хочешь, да? Я говорю, так это не об отношениях, это просто о волшебстве. Во время этой вечеринки они перепили виноградного сока, страсти вскипели, все случилось. Страсти вскипели или ты, старый сводник, сделал так, что они переспали. Давайте мы разберемся. Но, подождите, если между ними нету страсти, это не произойдет. Но я как бы сказал и помог им тоже. Но не факт, это у мальчика, если нет страсти, то не произойдет. У девочки физиология бы иначе устроила. Она была тоже не против. Леша, скажи, пожалуйста, что сейчас у тебя со Светой? А, ничего. А, ну действительно, страсти вскипели. Как вам вообще вся эта история? Рома Капаклы, вот хочу у тебя спросить. Я не знаю, не могу понять, что исполняет Леша. Ведь на одном излобном или шоу, я уже не помню, всем, наверное, очевидно было, что он до сих пор питает чувства к Анастасии Болинской. Как и аналогично Болинская питает чувства к нему. У меня другой вопрос. Где вообще, в принципе, мы, я не знаю, всем проектом находим вот этих девочек, каких-то закоулках, которые готовы с кем угодно и когда угодно переспать или что-то подобное ради того, чтобы только остаться на проекте. Ты имеешь в виду сейчас Свету? Вы понимаете, она легла плашмей, раздвинула ноги, дала ему, а теперь делает вид, якобы не помнит. Нет. Ради того, чтобы остаться на проекте. И в этой ситуации я верю Сороке. На самом деле, как бы, есть видео, где видно, что я сплю. И как бы, что я без движения. Я реально не помню. И то, что говорит Сорока, это неправда. Он не говорил, что переспитим, чтобы остаться на проекте. Сорока, ты балабол. Ты меня спросил, что сделать, и я сказал тебе, что сделать. Ты сделал, все отлично. Ты другому не говорил, отвечай за свои слова. В чем проблема? Ты не говорил этого. Я, если честно, вообще в шоке. Лех, несмотря на то, что тебе 20 лет, ты должен брать ответственность за то, что ты приходишь и шевелишь пьяную женщину. Но это как бы ненормально. Что говорить про особу Свету, которая ко мне пришла? Слава богу, что мимо меня прошла. Это вообще просто шок. Накидываться до такого состояния, чтобы ничего не помнить. Но, видимо, для девочек на острове это нормально. И кочервей, которая... Я не говорю, что это ненормально, что это нормально. Я виновата, да, я перебрала, я признаюсь в вашу ошибку. И кочервей, которая там рядом со штрихом сидит, которая, говорит, стесняется, а по итогу в одних стрингах танцует на баре. У меня по поводу этих девочек лучше просто слов. Это просто тут придумали какие-то непонятные рамки. И строят какие-то замки непонятные. Она не шевелилась даже. Ты что прикрываешься? Подождите, давайте вот это обсудим. Это здесь придумали какие-то волшебства с обязательствами, да? Конечно, да. Мы приходим в клуб, снимаем девчонку, ну и общаемся. А потом идем к себе, едем домой или к ней. И с ней занимаемся волшебством. Это нормально. Может быть, у тебя склероз, но я тебе хочу напомнить, что проект называется «Построй свою любовь, а не займись сексом без обязательств». Да, Олечка, да, и мы до этого за день до этого за завтраком с Светой общались, и она говорит, Леша, я понимаю, что ты такой парень, которого можно взять волшебством. Я говорю, да, Света, я, возможно, такой парень. Но не волшебством, по пьяни, и когда я ничего не помню. Мы с тобой договаривались об этом. Мы не договаривались, а это называется волшебство без обязательств, Свет. Теперь ты будешь знать. Олечка, знаете, что получилось? Якобы напилась, якобы уснула, а на самом деле все было продумано. Это такой дешевый хайп. Только кто был режиссером все это спектакля? Сорока, наверное. И потом, значит, получается, что, значит, Слава... Теперь, да, теперь Слава Дома 2 какая будет? А, значит, сделай говеное дело, ты прославишься, да? Пусть соцсети этим пестрят. Нет, дорогие мои, такая Слава Дома 2 точно не нужна. А такие хреновые режиссеры, тем более. Спасибо. Итак, я попрошу сейчас тишину в студии. Перед тем, как я приглашу следующего гостя, я бы хотел задать вопрос Кудряшову, на который он должен мне ответить просто либо да, либо нет. И я просто, чтобы я лично понял масштаб катастрофы. Леша, во время этого действа ты предохранялся? Да. Свет, а что ты мог это делать? Смотри. Леш, а можно я у тебя сейчас спрошу кое-что? Леш, посмотри на меня. Да. Почему ты сейчас обманул? Я не обманул. Для тебя, наверное, не секрет, что везде есть камеры, да? Это просто провал. Свет, пару недель подождем, конечно, хороших новостей. В нашей студии вечная любовь и вечная проблема. Леша. Очень бургусарый, Джош. Настя, ну ты уже в курсе, что произошло, что твой творит вообще на острове невероятно странные вещи. Ждал Настю Кочервей, спит с Юрченко, так спит, что она ничего не помнит, а он не предохраняется. По поводу этого я хотела внести маленькую ремарочку. Свет, я думаю, что навряд ли ты бесчувственное бревно. Я знаю, в каком темпе Леша занимается волшебством, и не надо тут ссать всем в уши и рассказывать, что ты не чувствовала ничего и не проснулась. Я не помню. Настя, а что ты его защищаешь вообще? А я его тоже защищать не буду. Так давай, слушаем тебя. Ну, честно, Леша обесценил просто себя в моих глазах. Он, мне кажется, обесценил вообще, что между вами было. Ну, наши отношения тоже, да. Честно, я... Тебя все трясет? Я просто смотрю, ты сильно нервничаешь. Я похудела просто на 6 килограмм за эту неделю в больнице, исходя из-за этих последствий на острове, вот. Ну, мне немножко тяжело, да. Ты его любишь до сих пор, Настя? Да, за что? Что больше обидно? Да. Что больше всего тебя обидело в этом? Честно, пыталась каждому по его поступку найти оправдание и находила. Но больше всего обидело то, что он не ценил меня, не уважал никогда. И это продолжается. Настя, ты можешь прямо, откровенно и честно сказать, ты его любишь? Да. До сих пор? Да.